В начале этой недели 15 марта в дом номер 39 по Волоколамскому шоссе вызвали пожарных. Короткое замыкание электропроводки. За считанные минуты деревянное двухэтажное строение могло вспыхнуть как свечка. Хотя по первому взгляду, чтобы превратить этот дом в руины, достаточно ударить в стену и шаткая постройка сложится как карточный домик. Вон какого года этот дом? 37-го. 82-летняя Лидия Ивановна Приходько живет в этом доме больше 20 лет. Вынуждена переехала в Тверь из Баку. Отец Лидии Ивановны фронтовик. Прошел всю войну, а сама она имеет статус ребенка войны. Посмотрите, в 12-м году фотографировал два часа. Приезжал к этой комиссии, фотографировал два часа. Вот здесь щелочка была, просто щелочка. Посмотрите, что теперь превратилось во что. Это щелочка. А, это была первая какая-то. Не было внимания. Комиссии в дом ходили одна за другой. Вскоре появилось решение. Так, Волокамская сша, в общем, наш дом признан аварийным. И поднижая сносом, в связи с физическим износом, просеет длительная эксплуатация. Это было в каком году? В 14-м году вот это вот было. Еще до 2014 года, а именно тогда администрации города дом признан аварийным, его жильцы писали во все инстанции. Писали о невыносимых условиях жизни. Надеялись, их услышат и предоставят достойное жилье. Не услышали. С годами становилось все хуже. 5 января 15-го года он вышел из строя. И с тех пор они без отопления живут. Хорошо, что это случилось. Не ночью. Если бы с ночью случилось, нас бы здесь вообще не было днем. А с утром в 11 часов это случилось. Коля что-то здесь сделал. И ты посуду там мыла. Вот. И потекла вода. А там же газ горит. И как вы отапливаетесь? Ну, включаю духовку и дышу вот этим угарным газом. Вот так, обогреваясь поставленным на газ утюгом и включенной духовкой, живет здесь вынужденный переселенец Валентина Ивановна Еремеева. Недавно похоронила мужа. Обещанных человеческих условий он так и не дождался. Вот щель. Вот щель. Видите? Фанера. Вот. Сейчас вот щель. Кругом же щель. Здесь труха. Смотрите, вот. Я хожу, и это все ходуном подо мной ходит. В доме нет воды. Берут из колонки. Один туалет на все имеющиеся в доме четыре квартиры. Хотя на сегодняшний день заселены только три. В одной из квартир на втором этаже постройки жить стало невозможно. Смотрите. Это надо мной. Вот сейчас мы самые все боимся, как дождь пойдет. Это вот я хожу и черпаю. Конечно, видеть звездное небо, не выходя из стен дома, можно назвать преимуществом. Но как ни крути, преимущество это грозит со дня на день обернуться бедой. Руины крыши скоро обрушат пол. А значит, все это безобразие упадет на голову Лидии Ивановны Приходько. Она обитает на первом этаже вросшего в землю дома. В 2019-м той же Лидии Ивановне обещали до конца года получите комфортабельную квартиру. Не получила. Теперь многострадальных жильцов перекинули в другую программу переселения. Люди говорят, от предлагаемого временного типа общежитского жилья они отказались. А меня, знаете, что спасает жизнь сейчас? Мое, мое вот это вот рукоделие. Вот диплом я получила, да. Я выставку могу делать. Вот делала выставку Лизы Чайкиной. Сейчас я... Меня вот это только спасает сейчас. Седьмой месяц идут судебные тяжбы. Взамен аварийному, небезопасному жилью люди хотят получить равнозначную жилую площадь. Возможно, этого и дождется обитающая здесь молодая семья. А вот Валентина Еремеева и Лидия Приходько боятся. Не доживут. Возраст почтенный. Да и велик риск остаться под руинами старого дома. Вопрос, кто тогда будет за это отвечать? Кто пойдет под суд?